Девушки отдыхают Девушки отдыхают И как Бог приглашает нас к восстановлению, когда мы позволяем Ему быть Богом и смиренно доверяемся Ему. Вначале давайте помолимся и попросим Бога показать нам наши сердца и открыть нам свое сердце. «Отец, покажи нам, как сильно Ты любишь нас и как сильно Ты нужен нам. В имя Иисуса. Аминь». Притча 16.1 и 16.2. «Человек строит планы, а ответ языка — от Господа. Все пути человека перед глазами его чисты, но Господь оценивает побуждение». Естественно, думать, что мы знаем, как будет лучше. Бог дал нам способность размышлять и принимать решения, строить планы и исполнять их. Тут сказано, какими бы чистыми ни казались нам наши планы, только Бог определяет, что правильно и хорошо. Что, союзы А и НО в этих стихах сравнивают наши пути с Божьими путями. Нам нужен лишь один взгляд на общество, один честный взгляд на наше сердце, чтобы понять, что мы постоянно пытаемся определить, что будет хорошо и что правильно для нас самих. Мы можем не думать, что это гордость, но все же это попытка быть богами собственной жизни и попытка жить без Бога. Но мы были созданы не так. Бог создал нас по своему собственному образу. Мы отражаем Бога во всем, что мы делаем. Бог создал нас, чтобы мы славили Его и наслаждались Им, имели отношения с Ним и во всем полагались на Него. Когда эти отношения в порядке, мы можем правильно строить отношения с другими людьми и со всем остальным миром. Вот тот порядок, который задумал Бог. Первые люди, Адам и Ева, жили в присутствии Бога в Эденском саду, но в этом саду присутствовал и враг. Сатана был ангелом, созданным Богом, и его не устраивал порядок, установленный Богом. И он решил, что именно он заслуживает поклонения, а не Бог. Его гордость подтолкнула его к бунту против Бога, и за это он был сброшен с неба. Его падение записано в Исаии 14. «Как пал ты с небес, утренняя звезда, сын зари, а ты говорил в своем сердце, на небеса поднимусь, вознесу свой престол выше Божьих звезд, уподоблюсь Всевышнему». Сатана хотел быть таким, как Бог. А когда он искушал Адама и Еву в Эденском саду, то использовал ту же тактику. Он якобы просветил нас и открыл нам глаза на то, что Бог не дает нам раскрыть весь наш потенциал. Он убедил нас отказаться от установленного Богом порядка и начать полагаться на себя, а не на Бога. Адам и Ева поставили себя выше Бога. В своей гордости мы думаем, что мы знаем лучше, чем Бог. Гордость ставит нас выше Бога. С тех пор мы постоянно ставим себя на первое место. Мы думаем, что лучше знаем, что для нас лучше. Я третий из четырех детей в семье. Мы не всегда ладили друг с другом. Как-то вечером между нами разразился серьезный спор. Все было настолько плохо, что я решил бежать из дома. Я пошел к себе в комнату, взял подушку, копилку. И я понимал, что мне придется платить за жилье и за продукты, ведь я решил жить один в восемь лет. И я пошел к двери со словами, что я ухожу из дома. Няня, которая сидела с нами в тот вечер, лишь улыбнулась и сказала, удачи. Я решил, что она меня не поняла. Поэтому я объяснил. Я ухожу и больше не вернусь. Она сказала, хорошо. А сколько денег в твоей копилке? Я не знаю. А как далеко ты собираешься уйти? Да, наверное, стоит переобуться. Она продолжала задавать вопросы, и я понимал, что у меня некудышный план. В моих глазах он выглядел чистым. Я считал свои действия оправданными. Но она принесла мне мудрость, и в конце дня даже получила деньги от родителей за то, что все дети остались жить дома. И если Бог не направляет нас, то мы ставим себя на путь разрушения. Притчи 16.18. Городость предшествует гибели, надменность духа, падению. Приятно получать признание за то, что мы сделали что-то правильно. Приятно видеть лайки в социальных сетях, когда нас заметили. Приятно получать внимание. Можем ли мы делать что-то хорошо? Конечно, у нас есть дары и таланты, и мы должны использовать их. Но даже наши способности не совсем наши. Бог дал нам тело и разум, которыми мы пользуемся каждый день. Даже после многих лет тренировок мы не можем сказать, что мы сами добились всего, что имеем. Мы развиваемся, но мы не были созданы, чтобы быть центром внимания. Бог в центре. Он творец всего и тот, кто дает жизнь. Мы никогда не можем занять это место. Бог не создавал нас для этого, но мы все равно пробуем. Наша гордость подталкивает нас к тому, что мы сами были богами. Вместо того, чтобы обращаться к Богу, как к нашему обеспечителю, мы обращаемся к себе и эгоистично прислушиваемся к собственному эгу. Мы строя свое собственное царство. Мы убиваем, крадем, обманываем, начинаем войны. Мы злимся на тех, кто не такой, как мы. Мы бросаемся на каждого, кто пытается встать у нас на пути. Нам не нужно далеко смотреть, чтобы понять, что наши действия ведут нас к разрушению смерти. Но Божья благодать дала нам дожить до этого дня. У нас есть и много хорошего. Развитие культуры, технологий, медицины, искусства и многое другое. Но наша история кровавая, эгоистичная. Мы не знаем, как доверять Богу, чтобы Он вел нас и обеспечивал. Мы смотрим на многое не так, как смотрит Бог. Когда Бог дал Израилю первого царя, это было потому, что люди хотели защиты. В их глазах было бы хорошо иметь сильного и могущественного правителя. Но ирония в том, что у Израиля уже был царь, сам Бог. Не могу придумать никого сильнее и могущественнее. Несмотря на все это, Бог дал им человека по имени Саул и сказал ему и народу, что если они будут послушны Богу, то все будет хорошо. Со временем Саул решил жить по-своему. Он был непослушен Богу и народ вместе с ним. Поэтому Бог послал пророка Самуила на поиски нового царя. Когда Самуил решил, что нашел подходящего человека, Бог сказал ему, «Не смотри на его внешность и на высокий рост, потому что я отверг его». Господь смотрит не так, как человек. Человек смотрит на внешний вид, а Господь смотрит на сердце. Божьи пути выше наших путей. Гордость Саула поставила его выше Бога, и Бог забрал у него царство. А вместо этого Бог выбрал Давида, юного пастуха из маленького городка, чтобы он стал следующим царем Израиля. Давид ничего не сделал, чтобы заслужить такую честь, но все же Бог выбрал его. Наши планы кажутся нам хорошими, но мы можем даже не осознавать, что наши мысли выходят из мышления на первом месте я. Несколько недель назад пастор Вилли говорил о важности хорошего имени, такого имени, которое демонстрирует миру характер Бога. Если мы не гонимся за карьерой, домами, образованием и отношениями, которые превозносят наше имя, то мы делаем это из гордости. Мы похожи на Саула. Мы призваны повиноваться Богу, но отвергаем Его порядок в нашей жизни. И теперь мы сфокусированы не на Боге, а на себе. Но правда в том, что мы с вами не в центре всего, однако Бог любит нас. Он понимает, что для того, чтобы жить на полную, нам нужно осознавать, насколько мы зависим от Него. И несмотря на нашу гордость, Бог приглашает нас к обновлению. Если гордость ставит нас выше Бога, то смирение исправляет этот порядок и ставит Бога выше нас. Смирение ставит Бога выше нас. Об этом сказано и в притче 16.3. «Веряй свое дело Господу и осуществиться задуманное тобой». Мы можем восстановить правильный порядок, установленный Богом. «Мы можем строить свои планы, но мы должны подчинять их Богу», за которым последнее слово. Но в этом стихе не сказано, что мы можем строить планы и затем просить Бога благословить их, какими бы они ни были. Этот стих скорее напоминает нам о нашей зависимости от Бога. Смирение признает, что главный Бог, без его участия все планы сводятся на нет. Это перекликается с притчей 3.5 и 3.6, стих, который пастор Роб читал в самом начале этой серии. Он говорил о том, что Бога волнует детали нашей жизни. И это так. Бог знает и заинтересован во всех моментах нашей жизни. И поэтому Бог призывает нас доверять Ему во всех этих моментах. Доверяй Господу от всего сердца и не полагайся на собственный разум. Познавай Его во всех своих путях. И стези Твои Он сделает ровными. Разве не умно узнать того, кто знает, как будет лучше? Подумайте. Когда вы покупаете машину, то используете ее в соответствии с инструкциями производителя. Если ваша машина ездит на бензине, заправляйте ее бензином. Если она ездит на дизеле, заправляйте ее дизелем. А если у вас электромобиль, то подключите его к розетке. Сделать что-то другое было бы глупостью, и это навредило бы машине. И когда мы пытаемся наполнить свою жизнь тем, что Бог не задумал для нас, мы ломаемся. Когда мы берем контроль над собственной жизнью и гордо заявляем, что мы сами разберемся и будем лучшими богами, чем сам Бог, мы ломаемся. Мы наполняем себя разными вещами в надежде, что они принесут нам удовлетворение. Но это не приводит ни к чему хорошему. В притче 16.4 мы читаем о другой надежде. Господь создал все для своей цели. Это возвращает нас к тому, что мы были созданы прославлять Бога и наслаждаться им вечно. Он сделал нас своими людьми, своими детьми. Бог наш чудесный, любящий Отец. Но в 4 стихе сказано еще кое-что. Господь создал все для своей цели. Даже злодеям. На день беды. Ой-ой, звучит не очень. Какой еще злодей? Что такое день беды? 5 стих продолжает эту мысль. Господь гнушается всех надменных. Твердо знай, они не останутся безнаказанными. Если в вашем сердце обитает гордость, то вы становитесь мерзостью для Бога. Бог тогда гнушается в нас. Почему? Потому что мы смотрим на Бога и думаем, я сделаю это лучше. И я сам о себе позабочусь. Святой Августин сказал, гордость — это начало греха. А что такое гордость, как нежелание чрезмерного превозношения? Это чрезмерное превозношение, когда душа оставляет того, кому она должна прилепиться в конце концов и становится концом для себя. Когда мы отворачиваемся от Бога и пытаемся прославить сами, так мы пытаемся украсть у Бога славу, которой он заслуживает. Но Бог не собирается делить свою славу ни с кем. Если мы будем полны гордости и надменности, то обязательно пожмем плоды такой жизни. Пророк Еремея забивает еще один гвоздь в этот гроб, говоря, сердце лукавее всего и неисцелимо, кто в силах понять его? Я, Господь, проникая в сердце и испытываю разум, чтобы каждому воздать по поступкам, по делам его рук. Мы пожинаем разруху за то, что отвергли Бога. Мы отвергли того, кто дает жизнь, и у нас остается только смерть. То на что мы можем надеяться? Как нам убить гордость и ходить перед Богом смиренно? Если гордость ослепляет нас, и мы не осознаем свою надобность в Боге, тогда как нам войти во все, что Бог создал для нас? Мы обретаем надежду. В шестом стихе «Любовь и верность искупают грех, и страх перед Господом уводит от зла». Беззаконие — это один из синонимов греха. Когда мы делаем что-то по-своему, а не так, как хочет Бог, мы грешим. Искупить — значит покрыть. Получается, чтобы покрыть наш грех гордости, мы должны лучше любить других, ставить их на первое место и делать то, чего от нас хочет Бог. Тогда мы будем оправданы Богом и не будем наказаны за свою нравность. Но есть одна проблема — мы уже определили, что нас интересуют только мы сами. Мы не хотим ставить других на первое место. Мы точно не хотим, чтобы Бог был выше нас. Я знаю, как будет лучше. Я сам могу принять это решение. Но у нас проблемы. Если, видя этот стих, мы думаем, так, мне нужно любить людей, и нужно больше повиноваться Божьим заповедям. Мне нужно приложить больше усилий, чтобы избавиться от этого греха. Мне нужно перестать поддаваться искушению. Друзья мои, мы на это не способны. Своими силами мы никогда не станем такими людьми, какими хочет видеть нас Бог. Нет таких дел, которые могли бы удовлетворить совершенного и безграничного Бога, который правит над всем. На самом деле, чем больше мы стараемся стать лучше, тем больше мы укореняемся в своих способностях, полностью игнорируя инструкции, книги, притчи, где сказано не полагаться на собственный разум и отдать все наши дела Господу. Если мы думаем, что стали лучше, то все эти усилия делают нам только хуже. Тогда чьи же любовь и верность могут искупить наши грехи, если не наши? Конечно же, Божьи. Богу нужно действовать, чтобы мы получили свободу от гордости, которая нам так нужна. Слава Богу, Бог может и хочет покрыть наш грех. Он проложил путь, который может привести нас из смерти в жизнь и соединить нас с Ним. Бог так сильно возлюбил этот мир, что отдал своего Сына Иисуса Христа, и каждый, кто поверит в Него, не погибнет, а будет иметь вечную жизнь. Бог послал Своего Сына в мир не для того, чтобы осудить мир, но чтобы спасти мир. В смирении Иисус поставил нас выше Себя. Когда мы повернулись к Богу спиной, Бог повернулся к нам лицом. Мы пытались быть богами и занять Его место, но в Своей любви к нам Бог стал человеком, чтобы мы могли вернуться к Нему и пережить полноту жизни, для которой мы были созданы. В смирении Иисус стал человеком и попробовал жить, как мы, со всеми тонкостями нашей жизни. Он жил среди нас, ходил с нуждающимися, сокрушенными в духе и грешными. Иисус в смирении был послушен Своему Отцу. Иисус стал кротким духом и среди бедняков, и не делил добычу с надменными. Ему принадлежали все богатства мира, но Он не держался за это. Иисус стал человеком, и это называют унижением Христа. На самом деле имеется в виду Его смирение. Иисус был унижен настолько, что нам даже сложно представить. Вот что об этом сказано в послании к филиппийцам. Он по природе Бог не держался за равенство с Богом, а наоборот унизил себя, приняв природу раба. Он стал подобным людям, став и по виду как человек. Он смирил себя и был покорным до смерти, причем смерти на кресте. В смирении Иисус отдал все свои дела Богу. Когда приближался конец Его земной жизни, Он привел Своих ближайших последователей к сад и молился, говоря, «Отец мой, если возможно, то пусть минует меня эта чаша, но пусть будет все не как я хочу, а как ты хочешь». Он молился так три раза. Он знал, что ждет его дальше, но также знал, что можно полностью доверять Богу. Только Его, смерть на кресте, могла спасти нас от наших грехов и освободить от нашей надменности. Из любви Он отдал свою жизнь, чтобы искупить наши грехи вместо нас. Иисус — наше искупление. Помните притчи 16.6? Там сказано, что любовь и верность искупают грех. Иисус умер и воскрес из мертвых, чтобы победить власть, смерть и вырвать нас из ее лав. Бог проделал работу, которая отвечала всем Его требованиям. Совершенная и безгрешная жизнь, бесценная жизнь, только она могла заплатить за наш грех. Иисус заплатил за наш долг, забрал весь позор и разрушил власть и смерть. Иисус смирился. Он поставил нас выше себя. Когда мы доверяем тому, что сделал Иисус, и полагаемся на Его любовь и верность, Он приводит нас к Богу. Вины за грех больше нет. Есть только свобода. Исчез стыд за несоответствие ожиданиям. Но появилось звание ребенка царя. Нет больше страха из-за Божьего суда. Зато есть власть над грехом и обещание вечной жизни с Ним. В Иисусе мы находим полноту жизни и любовь без конца. Бог говорит, что нам больше ничего не нужно делать для того, чтобы Он полюбил нас. И мы также не можем ничего сделать, чтобы Он любил нас меньше. А еще Бог призвал нас делиться этой надеждой со всеми. Произошли перемены. Теперь я могу работать на Бога не как раб по принуждению, а как сын из любви к Нему. Я могу приглашать других в семью Божью через дар вечной жизни, которую мы имеем в Иисусе Христе. «Дух Божий работает во мне и каждый день делает меня новым». Это значит, что у меня есть ум Христов. Как дети Божьи, мы становимся такими, как Сын Божий, и мы можем видеть других глазами Бога. Сейчас нам велено. Не делайте ничего из эгоистичных или же из тщеславных побуждений. Будьте скромны и считайте других выше себя. Руководствуйтесь не только своими интересами, но и интересами других. Ваш образ мыслей должен быть таким же, как и образ мыслей Иисуса Христа. Вот вам пример изменного Евангелия разума. Иисус поставил нас выше себя, и теперь мы можем ставить других выше себя. Когда мы полагаемся на Иисуса, у нас нет причин для гордости, ведь мы полагаемся на Его обещания и Его силу. Мы возвращаемся к хорошим отношениям с Ним и смиренно обращаем нашу хвалу к Нему. Мы переключаем свой взгляд в себя обратно на Бога. Благодарность убивает гордость. Так мы осознаем, насколько мы зависим от других. Но это Евангелие является хорошей новостью лишь в том случае, если вы смирите себя. Гордое сердце не может получить жизнь от Бога. Гордое сердце продолжит отвергать Бога. Я призываю вас. Сегодня, если услышите Его голос, то не ожесточайте ваших сердец в бунте. Мы можем обрести мир и предназначение, если смиренно подчинимся Богу. Он приглашает нас в свой покой. Если вы никогда не отдали свою жизнь Богу, то вам нужно довериться Ему сегодня же. Если вы последователь Христа, то сегодня вам нужно довериться Ему. Это не меняется. Сегодня я еще больше осознаю, как я сильно нуждаюсь в Нем. К счастью, Он работает в нас, чтобы наши желания совпадали с Его желаниями. Смиренная жизнь описана в Псалме 36,4. Радуйся Богу. И Он исполнит желание твоего сердца. Когда Бог у нас на первом месте, наши желания меняются. Наш разум обновляется, и мы начинаем хотеть того, чего хочет Бог. Бог хочет, чтобы все люди были спасены и познали истину. С помощью Святого Духа Бог мотивирует нас нести Евангелие во все наши отношения и отражать образ Бога в этом мире. Мы получили новую жизнь и свободу, и мы можем приглашать в эту свободу других людей. Но это нужно делать срочно, потому что Иисус возвращается. Он заберет к себе всех тех, кто пришел к Нему за спасением. Если вы не повинуетесь в смирении, но вместо этого пытаетесь пробиваться вперед своей гордостью и своими силами, то вас ждет награда за ваши усилия. Вы будете навсегда отрезаны от Бога и получите вечную смерть за ваш грех. Но призванные Иисусом в жизнь будут спасены. Грех будет удален навсегда. В этот день мы будем прославлены и будем полностью отражать Бога. Благодаря этому повороту событий мы получим превознесение, которое пытается получить гордость. Но это будет не за то, что мы что-то сделали, а только благодаря Иисусу, и мы будем жить с Ним вечно. Это установленный им порядок. Мы никогда больше не будем бояться, стыдиться или чувствовать вину. Только свобода, благодать и любовь. Несколько дней назад я пытался связаться со студентами. Если честно, то я давно не связывался с ними, и мне было стыдно. Я думал, что я некудышный пастор и плохой христианин. Я признался об этом другу, который помолился за меня. Он помолился о том, чтобы Бог помог мне и показал мне, если моя проблема — это гордость. Я так даже не думал, но Дух Святой показал мне, что мой стыд направлен на меня. Меня настолько волновало, как я выгляжу, что я даже не мог признать, что не дотягиваю даже до собственных стандартов. И я признался в гордости и покаялся. И Бог восстановил мои отношения со студентами. Гордость убивает, она уничтожает все, к чему прикасается. Она пытается возвести нас на трон, который предназначен только для Бога. Только в Иисусе мы находим свободу от гордости, потому что только Он может показать нам, как отчаянно мы нуждаемся в Боге. Вот мы и подошли к последнему стиху на сегодня. Притча 16.20 Внимательный к наставлению преуспеет и влажен, полагающийся на Господа. Спасение есть только в Иисусе. Он показывает нам, что у нас нет повода для гордости или упования на себя. Вместо этого мы можем уповать на любовь и верность Бога, а также в смирении приводить других к Богу с помощью той же любви. которую получили мы. Продолжение следует... Продолжение следует...